Я поговорю с вами о некоторых вещах, которые я узнал за свою жизнь. Большинство из них исходит из опыта, некоторые я просто слышал. Многие из них я все еще практикую, но я верю, что все они верны. Жизнь непроста, это так. Не пытайтесь сделать ее такой. Жизнь несправедливая никогда не была. Она несправедливой сейчас и не будет никогда. Не попадайте в ловушку, в правовую ловушку, чувствуя, что вы жертва. Вы не жертва. Преодолевайте это и продолжайте. Поэтому вопрос, который мы должны задать себе, это, что является успехом для нас? Что является успехом для вас? Это больше денег? Хорошо, я ничего не имею против денег. Может быть, это здоровая семья? Может быть, это счастливый брак? Возможно, помогать другим стать знаменитым, быть духовно здоровым. Покиньте мир в немного лучшем состоянии, чем он был, когда вы в него пришли. Продолжайте задавать себе этот вопрос. Ваш ответ может измениться со временем, это нормально. Но сделайте себе эту услугу. Каким бы ни был ваш ответ, не выбирайте ничего, что поставит вас под угрозу. Расставьте приоритеты того, кто вы есть и кем вы хотите быть. И не тратьте время на что-либо, что противоречит вашей личности. Будьте смелыми, идите к своей цели, но сначала вы должны ответить на вопрос, какова моя цель. Поэтому сначала мы должны определить для себя, что такое успех. И затем мы должны приложить усилия, чтобы поддержать свои движения. Сделать это ежедневным, аналогично тому, как вы ухаживаете за своим садом. Сохраняйте вещи, которые важны для вас в хорошей форме. Там, где вы не находитесь, настолько же важно, как и там, где вы находитесь. Но независимо от этого, это также важно. Где вы не находитесь, как и где вы находитесь. Посмотрите, первый шаг, который ведет к нашей идентичности в жизни, обычно не... Обычно не... Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Это не первый шаг. Первый шаг, как правило, я знаю, кем я не являюсь. Процесс элиминации. Определение себя тем, кем мы не являемся, это первый шаг, который направляет нас по знанию того, кто мы. Вы знаете, та группа друзей, с которыми вы общаетесь, на самом деле могут не раскрывать все то лучшее, что есть в вас. Вы знаете, они слишком много сплетничают, или они какие-то скрытные. Они действительно не будут рядом с вами в тот момент, когда это будет необходимо. Или как насчет того бара, в который мы постоянно ходим, после которого у нас всегда наихудшее похмелье. Или компьютерный монитор, верно? Компьютерный монитор, который продолжает давать нам повод не выходить из дома и взаимодействовать с миром и получать реальное человеческое общение. Или как насчет той еды, которую мы продолжаем кушать. Еда, которая на вкус очень хороша, но которая заставляет нас чувствовать себя как дерьмо на следующей неделе. Мы чувствуем себя вялыми. Мы продолжаем прибавлять в весе, потому что касается тех людей, тех мест, тех вещей. Прекратите отдавать им свое время и энергию. Просто не ходите туда. Откажитесь делать это. И когда вы это сделаете, когда вы откажетесь, когда вы перестанете ходить туда, когда вы перестанете отдавать и посвящать им свое время, вы ненароком будете проводить больше времени в других местах, которые полезны для вас, которые приносят вам больше удовольствия. Почему? Потому что вы только что убрали места людей, вещи и время. Все, что удерживало вас именно от вашей личности. Поверьте мне, слишком много опций. Я вам гарантирую, что слишком много опций сделают из нас деспотов. Поэтому избавьтесь от лишнего, впустую проведенного времени. Уменьшите свои опции. Если вы это сделаете, то вы совсем случайно, почти невинно, поставите перед собой то, что важно, путем процесса иллюминации. Знать то, кто мы есть, сложно и тяжело. Это тяжело. Остановитесь на чуток. Во-первых, устраните все то, кем вы не являетесь. И вы окажетесь там, где должны. Вместо того, чтобы создавать результаты, которые уйдут от нас. Давайте создадим больше результатов, которые, наоборот, к нам вернутся, наполнят нас. Будут держать ваш огонь зажженным, будут вас заводить в течение самого большого количества времени в вашем будущем. Мы стараемся делать все возможное, но мы не всегда делаем все возможное. Наше строение является также глаголом, поскольку мы являемся архитектором и строителями нашей собственной жизни. Давайте изучать привычки, опыт, рутины, которые у нас есть, которые ведут и питают наш успех, нашу радость, нашу настоящую боль, наш смех, наши заработанные слезы. Давайте анализировать это все и быть благодарным за эти вещи. И когда мы будем это делать, угадайте, что будет происходить. Мы будем становиться в них лучше, и у нас будет больше того, что необходимо анализировать. Будьте разборчивы. Выбирайте это, потому что вы этого хотите. Сделайте это, потому что вы этого хотите. Мы будем совершать ошибки. Вы должны владеть ими. После этого вам нужно вносить поправки. И после этого вам необходимо двигаться дальше. Вина и сожаление убивают много людей до того, как придет их реальное время. Поэтому переверните страницу, сойдите с этой дороги. Вы являетесь автором книги вашей жизни.